Здравствуйте! В эфире первого медицинского канала программа «Фармацевтическое обозрение» в студии Ольга Смирнова. Сегодня познакомлю вас с новостями российского здравоохранения и фармацевтического рынка. Интернет-аптеки запретить нельзя разрешить. Легализация дистанционной торговли лекарственными препаратами получила свое развитие. Предложение по урегулированию рынка интернет-продаж лекарственных препаратов было направлено в правительство Российской Федерации 3 августа. Министерство здравоохранения России совместно с ФАС и Росздравнадзором разработали и предлагают внести изменения в федеральные законы об информации информационных технологий и защите информации и об обращении лекарственных средств в части предоставления права аптечным организациям осуществлять розничную продажу лекарств дистанционным способом и установление требований к ее осуществлению. Кроме того, внести изменения планируется и в положении о лицензировании фармацевтической деятельности, утвержденное постановлением правительства Российской Федерации в части установления лицензионных требований при осуществлении розничной продажи лекарств дистанционным способом. Как регулирование рынка дистанционной продажи лекарственных препаратов изменит существующее положение в розничной аптечной торговле, спросим у нашего эксперта Игоря Креманова. Игорь. Добрый день, Ольга. Добрый день, уважаемые зрители. Действительно, рынок интернет-аптек в наши дни находится в зоне особого внимания страны государства. Иступившие силу поправки закон о лекарственных средствах дали право в судебном порядке федеральным органам исполнительной власти блокировать сайт интернет-аптек. Да, это благое дело препятствовать попаданию на рынок фальсифицированных, недоброкачественных, контрафактных лекарственных препаратов, часть из которых, возможно, попадает и из интернета. Но если посмотреть на ситуацию с нормативной базой, которая есть на сегодня, то в ней довольно-таки много пробелов. В первую очередь не определены критерии. Что же такое интернет-аптека? Что же такое дистанционная торговля? Кроме этого, непонятно, собственно, какие органы федеральной исполнительной власти могут блокировать сайт интернет-аптек. Этого тоже пока в законе нет. Кроме этого, не определены поправки к этой норме, которые исключают из этой нормы те сайты, которым можно торговать лекарствами онлайн. В целом, если аптека имеет свои точки и торгует лекарствами оффлайн, и при этом имеет свой интернет-магазин, то, наверное, в этом ничего плохого нет. Аптека дорожит своей репутацией, торгует под своим брендом и понимает, что за реализацию некачественной продукции она будет отвечать точно так же, как и при очной торговле. Поэтому, наверное, те сайты, которые относятся к аптекам стационарным, они будут существовать и дальше. Что же будет с теми интернет-магазинами, которые торгуют лекарствами, не имея оффлайн-точек, с этим большой вопрос. Но мы все ожидаем скорейшего принятия законодательства, дабы упорядочить все эти вопросы. В июне 2015 года у компании «Гидеон Рихтер» появился новый препарат в линейке кардиологических средств под названием «Бидопкор». Это бисопролол в дозировке 2,5 мг, который за все время его использования доказал свою эффективность и безопасность. Преимуществом «Бидопкор» является в два раза более доступная цена по сравнению с оригинальным препаратом и неизменно высокое европейское качество. «Бидопкор» доступно и бережно остановит прогрессирование хронической сердечной недостаточности. «Бидопкор» для жизни. Жесткий контроль продажи рецептурных препаратов. За продажу рецептурных лекарств без рецептов аптеки могут лишиться лицензии. Законопроект об ужесточении ответственности за нарушение отпуска лекарственных препаратов внесен в Государственную Думу. Депутаты хотят взять под жесткий контроль реализацию рецептурных лекарственных препаратов и найти меры воздействия на аптеки, нарушающие правила лицензирования. О том, какие перспективы ожидают эту инициативу и как она может повлиять на фармацевтический бизнес в целом, спросим у нашего эксперта. Игорь? Казалось бы, на первый взгляд, эта инициатива очень разумна и правильна. Да, действительно, рецептурными препаратами без рецепта торговать запрещено. Действительно, за это нужно наказывать, и действительно, за это нужно наказывать довольно-таки сурово, чтобы не было соблазнов повторять такие подвиги и в дальнейшем. Но, если углубиться в этот вопрос, нужно посмотреть на всю цепочку, которую составляют врач, пациент и аптека. Разве только аптека виновата в том, что у нас рецептурные препараты отпускаются без рецепта? Разве можно, ударив по одному звену, в корне решить проблему? Что, если мы будем штрафовать или отзывать лицензию аптеки, мы как-то исправим ситуацию? Ведь наше здравоохранение, оно с 90-х годов само сложило такую структуру, когда отпуск лекарств у нас псевдорецептурный. Врач не всегда выписывает рецепт, пациент не всегда этот рецепт просит, аптека не всегда отпускает рецептурный препарат по рецепту. Но разве в этом виновата только аптека? Разве мы можем только, наказав аптеку, решить ситуацию? Давайте посмотрим, что будет. Хорошо, аптеки будут отпускать только по рецептам. Что получит амбулаторное звено, которое, к слову сказать, находится на стадии реформирования? Поток пациентов, который будет идти к врачам. Справимся ли мы с этим? Конечно, менять правила игры нужно и отпускать нужные препараты по рецепту. Но подходить к этому вопросу необходимо вместе с организацией всей системы здравоохранения. Нельзя выдернуть один элемент и попытаться изменить ситуацию. Ситуация с рецептурным отпуском меняется только в целом, вместе со всей реформой, которая происходит сейчас в нашем здравоохранении. Цены на лекарства скорректирует Федеральная антимонопольная служба. В конце июля президент Владимир Путин подписал указ о некоторых вопросах государственного управления и контроля в сфере антимонопольного и тарифного регулирования, которую празднил Федеральную службу по тарифам и передал ее функции Федеральной антимонопольной службой России. Объединенное ведомство возглавил Игорь Артемьев. Сейчас ФАС предстоит взять на себя функции службы по тарифам и заняться в том числе перерегистрацией цен на жизненно важные лекарства. Вместе с тем, принятие методики расчетов предельных отпускных цен на жизненно необходимые и важные лекарственные препараты в очередной раз переносится, так как ФАС представили время для корректировки. Эксперты рынка надеются, что несмотря на увеличившуюся нагрузку на антимонопольную службу, такое объединение регулирующих структур не скажется на плановых процессах, в том числе и на появление дополнительных методик ценообразования на жизненно важные препараты. Правила регистрации и экспертизы лекарств разработали для рынков Евразийского экономического союза. Проект одного из основных документов в рамках Евразийского экономического союза разработала рабочая группа Евразийской экономической комиссии по формированию общих подходов к регулированию обращения лекарств на едином экономическом пространстве. Как сообщается на сайте комиссии, этот документ необходим для формирования в Евразийском экономическом союзе общего рынка лекарств, который начнет работать с 1 января 2016 года. С этой даты все безопасные, эффективные и качественные лекарственные препараты смогут свободно перемещаться по всей территории союза, в состав которого входят Россия, Казахстан, Беларусь, Армения и Киргизия. В правилах учтены передовой международный опыт, предложения экспертов уполномоченных органов и представителей бизнес-сообщества государств-членов ЕАЭС. О новом едином фармацевтическом рынке мы спросим у нашего эксперта Игоря Климанова. Игорь? Почему-то этой новости наши СМИ на прошедшую неделю уделили совсем мало внимания, хотя это не заслужено. Ведь с 1 января 2016 года у нас будет единый фармрынок для России, Беларуси, Казахстана, Киргизии и Армении. И то, какие препараты будут на нем обращаться, как они будут туда попадать, зависит именно от тех правил регистрации, которые сейчас разрабатываются в рамках Евроазиатского союза. И этот рынок будет сформирован именно по этим правилам и по тем принципам, которые сейчас закладываются на него. И, конечно же, компания получит новые конкурентные преимущества, новые рынки сбыта. Но все начнется с того, как эти препараты будут зарегистрированы на едином рынке этих стран. Кардинальные перемены на рынке биологически активных добавок от отзыва регистрации до возбуждения уголовных дел. По данным газеты «Фармацевтический вестник», Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека отозвала государственную регистрацию фальсифицированных биологически активных добавок, содержащих незаявленные при государственной регистрации фармацевтические субстанции. Согласно соответствующему приказу, регистрация была отозвана у двух бат одного производителя – «Танкат Алиплатинум Форте» и «Танкат Алиплатинум». Ранее Следственный комитет Российской Федерации возбудил в отношении производителей и распространителей биологически активных добавок, содержащих в своем составе компоненты рецептурных лекарств уголовное дело. В начале весны 2015 года Союз профессиональных фармацевтических организаций совместно с Объединением производителей биологически активных добавок пищи и аптечной гильдии провели контрольную закупку таких средств и выявили незадекларированные синтетические компоненты, рецептурных лекарств в 25 образцах из 29 закупленных. Это все новости на сегодня. В эфире была программа «Фармацевтическое обозрение». Я, Ольга Смирнова, прощаюсь с вами и благодарим нашего эксперта Игоря Климанова. Субтитры создавал DimaTorzok